приветствуем всех да я я представлюсь первое нас сегодня двое меня зовут зоя панина я в бизнесе 10 лет у нас здесь сцена про бизнес у меня степень mba и за 10 лет я запустила более чем 35 разных бизнес-проектов которые по сей день открыты и прибыль допустим самого небольшого проекта в год 2 и 4 миллиона 17 лет помимо бизнеса я занимаюсь прокачками и различными практиками которые являются помощью для того чтобы идти вперед и достигать своих целей яна меня зовут я нас карина мне 44 года я живу на два города сочи пасква и по версии моих студентов со мной конверсия в квартиру 50 процентов но конверсия в счастье 100 процентов я закончила и бей британский я думаю что мы сегодня много друг от друга да еще раз пять много чего друг о друге сегодня узнаем это лучшее знакомство также я закончила пор консультированию университет мегип пор консультирование у меня тоже у тебя видела презентации как раз и с тема консультирования а вообще я практикующий астролог финансовые у меня свои авторские программы квантовый скачок хочу и получу недвижимость и картина исполнения желания в волшебной практике где совмещаю бизнес с нетрадиционными подходами я являюсь спикером международного форума в имя нетворкинг кстати приглашаем всех 5 декабря москва сити я обучалась лично у астрогора знаменитый астролог на весь мир по его методикам преподают в астрошколах напрямую у него я взяла курс по кармической медицине взяла у него курс по хиромантии и помимо астрологии нумерологии еще глубоко различными практиками увлекаюсь в процессе буду о себе рассказывать и я вообще перешла из бизнеса спасибо у меня были рестораны до 2020 года мандариновый джем возможно я кто-то знает этот проект на розах утар союз полон и его с 20 года я полностью перешла в эзотерику вот немного моего лайфстайла путешествую по местам силы прохожу различные практики вот недавно тоже получила посвящение тоже если будет время расскажу вам занимаясь немного спортом но это больше связано с прокачкой энергетики это то что я вам дам сегодня то что вы сможете использовать непосредственно в работе уже с сегодняшнего дня да и мы сегодня расскажем с я на и не просто так мы про духовность про прокачки про астрологии про практику мы сегодня будем рассказывать про личную эффективность в бизнесе про то как и где вообще брать эти ресурсы для того чтобы достигать целей я расскажу немного про тренды в бьюти индустрии про растущую нишу которая сегодня уже на пике и будет еще больше расти и дадим если останется время практику будьте с нами до конца чтобы застать ее ну что погнали да о чем я расскажу я расскажу тоже о личной эффективности где брать энергию дам практические рекомендации вы сможете и ко мне в программу прийти где я для участников этого форума собрала материал который вам будет полезен очень для работы с клиентами также покажу звездные результаты как с помощью моих практик которые вы получите уже сегодня какие результаты сделали участники и конечно же вы поймете как все это можно применять для реализации ваших амбициозных целей и желаний да потому что на самом деле все безгранично и желательно только желать и желать и желать и конечно я немножко да я немного вставлю даже безгранично то что изначально здесь так стоял черный черное кресло довольно приличное да для презентации и почему-то второго не оказалось нам выступать вдвоем все остальные стулья были синие и вот сразу вам лайфхак что с ноября месяца и весь 22 год синий цвет он к деньгам поэтому сразу это записывайте фиксируйте и применяйте этот цвет применяйте обязательно этот цвет в практике и вот случайность и не случайно что нам принесли даже синенькие стульчики кресло спасибо большое ребят вот сейчас вы можете навести вот кто хотел себе недвижимость конверсию сразу можете заполнить анкету по этому qr-коду и на днях я вам буду давать еще отдельно там бесплатной практики в узком кругу в узкой группе помимо синего цвета что я не москве да потому что здесь нет интерактива я хотела дать практически навыки вот именно по работе с руками какие вот прокачки можно делать регистрируйтесь и вот на днях просто соберемся в зуме я вам все это пообщаемся уже в живую все расскажу супер ну что про личную эффективность перейдем к моей теме хочу рассказать свою историю про то как два с половиной года назад моя сила намерения привела меня на сцену я на тот момент работала с коучем и прокачивала себя только в хард скиллах только в бизнесе растила свою сеть растила свой фитнес у меня несколько разных направлений в бизнесе и стал заниматься с коучем который мне сказала зло тебе точно нужно выступать потому что у тебя огромное количество навыков будучи на одном из форумов который был два с половиной года назад я встретила там того кто будет выступать сегодня следом на этой же бизнес-сцене евгений вольтов и вот сегодня мы с ним оказались на одной сцене поэтому все не случайно и потом так оказалось что на этом инста форуме на котором я была познакомилась с одной из женщин которая организовала наш сияный клуб который мы ступили и сегодня мы еще и сияны вместе на этой сцене то есть все не случайно и наше намерение она на самом деле имеет огромное значение для того чтобы вы расширяли свое сознание и достигали тех высот которых хотите ничего невозможного нету хотела сравнить поскольку я вижу что здесь очень много людей связанных именно с творческими профессиями такие как стилисты наил мастера визажисты и так далее объяснить вам что же такое инструменты которые я использую для того чтобы растить свою сеть растить свои бизнеса растить своих людей в консалтинге в наставничестве это тоже самое что и рисовать картину или создавать очень крутой образ сначала вы используете различные наработанные скиллы вот например как в картине различных художников ходите на базовые курсы базовое образование получаете и после этого идете на разные мастер-классы изучаете техники уже известных специалистов и после только после этого вы начинаете осознавать что-то свое уникальное у вас начинают проявляться свои уникальные способности либо вы идете в какие-то креативные идеи либо наоборот берете что-то очень такое фундаментальное классическое развиваетесь там у вас появляются свои техники свои методики когда-то появилась у меня моя методика которая сейчас по всем городам россии распространяется и я помогаю девушкам худеть и собственно у меня сеть я развиваюсь по франшизе и только благодаря как раз работе со своей энергией со своими различными специалистами я всего этого достигаю и эти скиллы которые мне когда-то помогли прокачать мой бизнес они называются hard skills они помогают анализировать рынок и видеть его тенденции потому что вот сейчас на презентации один из инструментов hard skills это матрица BCG я ее как раз узнала в MBA это ну такая матрица которая дает понимание какой рынок растущий и какой тренд в данный момент будет в ближайшие несколько лет куда стоит вкладывать деньги что стоит делать в данный момент и вот например когда вы обнаружили свою уникальность вы обнаружили свою методику увидели что ее на рынке еще нету но спрос на нее огромный по матрице BCG это называется рост звезда то вы понимаете что данный продукт у вас взлетит и после этого вы можете этот инструмент использовать помимо того что вы должны это увидеть до проанализировать используя ваши hard skills вам очень важно расширять ваше сознание потому что кроме hard skills есть еще soft skills которые не имея их в своем арсенале и вот у меня да это очень сильно расширяло сознание вы понимаете что если допустим прокачав hard skills да как это можно определить у себя вы боитесь внедрять новые какие-то курсы какие-то скиллы которые вы получили по бизнесу вы не знаете каким образом заниматься развитием себя вот вы учитесь бесконечно учитесь и никак не начнете это применять что это значит это значит что у вас в данный момент идет сопротивление к новому или например к большим суммам денег или например вы боитесь брать деньги за свои услуги потому что если вы сейчас внедрите тот навык то умение которое вы уже получили с помощью изучения каких-то hard skills то вам придется повышать цены а вы этого просто боитесь всем своим телом у вас там какие-то непрокаченные родовые сценарии или еще что-то и вот когда вы это чувствуете в себе что вы боитесь двигаться дальше идите сто процентов изучаете что-то получать какие-то практики навыки каждому нужно свое вот как раз я сейчас у яна на его курсе прохожу да что каждому надо потому что рассчитать это можно с помощью цифр с помощью звезд и понять какие оба каким образом нужно прокачивать свое сознание для того чтобы двигаться дальше смешаюсь давай ты только сказала про родовую программу у меня сразу что родовая программа все я взяла читать вот видишь это все не просто так это мы с тобой в общее поле уже пошли ты говоришь что ты у меня обучаешься да и ну а на самом деле огромное количество разных практик которые я в данный момент использую за все мое время до 17 лет я их изучила больше сорока двух и многими занималась больше чем по году это прям огромное количество вот если вы сейчас в телеграм-канал перейдете то я там уже делюсь и буду еще делиться теми скиллами хард скиллами и софт скиллами которые в данный момент использую да 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 скачай я скачаю сразу все я успела супер но я еще раз да на следующем слайде тоже это оставила вот и помимо этого чем хорошо прокачивать свои скиллы софта именно скиллы может быть это и психология хоть психотерапевта это тоже прокачивать свое сознание я с этого когда-то начинала ваше окружение которое находится в вашем поле ваши сотрудники ваши компаньоны ваши партнеры начинают к вам или притягиваться новые или подращиваться то есть они находятся в вашем поле в вашей экосистеме и благодаря тому что вы растете растут ваши близкие и все те кто находятся рядом поэтому это очень важная штука в росте личностном я напередаю тебе словом а я хочу вам показать на примере на своем конечно примере потому что я сапожник сапогами я сама выполняю все практики и хочу вам показать как реализовываются вот прям в реальном режиме как реализовываются мои желания ну и соответственно желание моих участников выпускников моих программ ну вот например в 2019 году я была на форуме синергии и запустила такое желание что я хочу поработать с энергией вот у меня прям прям очень я хотела с ними как-то взаимодействовать при этом в тот момент я занималась ресторанным бизнесом я практически не выезжала из красной поляны но может быть там раз в год летал там в америку или еще в какую-нибудь страну но я вообще была безвылазна в тарелках в готовках пицца хачапури и так далее у нас кстати был самый вкусный хачапури и первыми первое место в tripadvisor у ресторана в красной поляне вот и для меня это было что-то нереальное вообще синергия плюс я никогда не выступала на публику я этого боялась у меня с детства травма но у многих это было я выступала на сцене играла на скрипке и вот после этого я заблокировала вообще все выступления это вот мое второе выступление сразу скажу вот и и буквально через наверно полгода я об этом желании абсолютно забыла и буквально через полгода буквально через полгода буквально через полгода меня приглашает синергия я им не писала не обращалась они сами меня нашли я не знаю каким ну видимо прокачивала энергетику и вот нашли конечно не меня и предложили провести у них мероприятие быть у них спикером для летнего лагеря summer camp по бизнесу для подростков и я провела четыре потока вот кстати я у себя в ресторанчике сижу внизу провожу для них мероприятие вот синергия написала о том что мы встречали ребят и вот эти ребята они узнали самые первые о том что я запускаю программу квантовый скачок это вот первые люди которым я рассказала что вот сейчас старт и вы кто вот сейчас здесь находится кто слушает онлайн и кто будет в записи смотреть наше выступление вы являетесь свидетелем как мое желание реализовывается сегодня то есть вот вы это увидите сегодня в реальном времени как это работает до того как я вообще начала преподавать квантовую астрологию ну я участвовал в олимпийской стройке вот эти все навыки я использовала тоже в работе более пятидесяти процентов реализованных и на розе хутор и горки город газпром эти проекты проходили через меня это энергия она накачана это нажитое место я не занималась именно недвижкой я была координатором от международного холдинга координатором олимпийского направления и мы занимались поставками то есть более 50 тендеров прошло через меня и были выиграны успешно реализованы сейчас прихожу в каждую гостиницу в сочи и везде я вижу нашу поставку вот но не только сочи и плюс у меня вот были ресторанные проекты мандариновый джем союз полон краснополянский экспресс до этого тоже была в ресторанном бизнесе и много тоже занималась стройкой и в 2018 году я уже четко понимала что просто ресторан я в чистом виде вообще не хочу и у меня даже когда я мандариновый джем открывала мне всегда хотелось объединить людей под какую-то более высокую цель чтобы раскрывалась душа чтобы они занимались своим ростом чтобы они делились и энергии и подтягивались ребята из тибета то есть почему-то такое организовывалось у нас там пространство вся даже литература была психология психотерапия эзотерика все короче тайны какие-то науки и живопись очень много картин то есть для меня через живопись и через живопись это канал сразу тогда уже практической информации это канал рыб в рыбах происходит экзальтация венеры то есть через живопись идет раскрытие божественной любви и соответственно все кто здесь из индустрии красоты ваша планета управитель венера и когда вы вот кто там волосы красит например даст с красками это колористы с головой то есть соприкасаетесь то есть вы всегда прикасаетесь то есть идет в чистом виде экзальтация венера вот это через безусловную любовь и это идет напрямую в космос это духовный канал ну это вот я расскажу кто придет ко мне в группу это обязательно все расскажу отдельно лучше лучше не для не для всех информация не сейчас вот и в 2018 я поняла что я вот это не хочу а хочу как-то по-другому и в августе в августе вот я сказала запустила квантовый скачок и осенью 18 года мы организовывали мандариновым джемом рестораном мероприятие для инфобизнеса ну такой же но не как здесь а там было наверное на 250 300 человек мероприятие организовано инфобизнесмены они все собрались в одном пространстве и мы помогали им организовывать кофе брейки я тогда смотрела на это все со стороны и думаю вот я наверное все таки хочу так же чтобы не привязанной быть никакой локации не к месту путешествовать по миру как я это люблю и как я всю жизнь это делаю и периодически собираться в каком-то пространстве вот мне сейчас на сейчас живой аудитории не хватает показать что-нибудь рассказать и на сцене выступал спикер один бермуда я смотрела на него и думаю вот я хочу так же вот как он прийти выступить и уйти и думаю я да я не смогу в смысле выступить да я двух слов связать него не могу реально и потом ага с меркурием вообще связь тогда была не налажена абсолютно мы тогда из вячеслав вячеслав по моему зовут его познакомились пообщались ну и наши пути разошлись но я вот четко поняла что я хочу так же я хочу с ним выйти на одну сцену вот что мне сдернуло в голову непонятно и конечно же я об этом забыла и когда мы готовились к этой презентации но тоже все не случайно я когда провожу какую-то свою программу я особенно первый раз запускаю я тоже прокачиваюсь выполняю все прокачки и конечно же у меня вопрос стал с недвижимостью я себе тоже прокачивают недвижимость сейчас и одно из действий которое мне надо выполнять которая связана с реализацией моего желания это выступать только я это все загадала запустила мне как раз позвонить написала зо я предложила поучаствовать совместно в этом мероприятии думаю думаю началось то что я не люблю что я не хочу вот ну как бы надо хочешь желание чтобы исполнилось я она ну делай вся вселенная тебе помогает и когда я увидела список спикеров и увидела там как раз бермуду я думаю ну все все понятно вселенная спасибо тебе большое ты меня ведешь я как настоящий водолей тогда забыла свое желание и вот сегодня бермуда вот он по моему после нас или через одного выступающего будет кажется на этой сцене то есть вы все это увидите в реальном режиме как исполнилось мое желание о котором я забыла и сразу вам лайфхак для присутствующих тоже кто здесь водолей самое главное забыть о своем желании и тогда тогда да но обязательно у вас исполнится но не только водолеем нам надо дать информацию давайте тогда как загадывать желание чтобы точно попадать в цель но это с энергией тоже связано надо сейчас экран потому что потом этот слайд пропадет да тогда скриньте 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 и пусть это будет с вами и рекомендуйте вашим знакомым обязательно для кого важна реализация какой-то идеи рекомендуйте действовать таким образом значит для овнов и для тельцов самое главное амбициозно загадывать если вы хотите зарабатывать там 200 300 тысяч рублей в месяц просто надо загадать себе от миллиона и выше полтора-два да чтобы ваш вот аж трусила вас ну чтобы аж в мозги плавились от той суммы кажется что недосягаемой то есть это должно быть амбициозно чтобы это разорвались прям вот и самое важное подводить итоги весы скорпионы соответственно вот здесь весы присутствуют подошли как раз яркие представители вашей индустрии красоты весам значит самое главное вам не устраивать себе форс-мажор и для скорпионов тоже скорпионы обожают это делать но для того чтобы реализовалось желание просто менее амбициозно все загадывайте и такая техника из бизнеса съесть слона по кусочкам то есть не вы не ставите себе грандиозную задачу они большими небольшими задачами и к ней спокойно идете водолеи козероги вы просто забываете о любом своем желании вот как я водолей забываю я вам просто сейчас чудесную совершенно дальше после зои историю расскажу вы поймете как это работает просто вот вот на раз-два-три девы-близнецы обязательно занимайтесь своим домом и чтобы у вас был порядок в доме тогда это помогает исполнить желаемое львы и раки заручиться надо вам поддержкой близких можно приглашать там родственников льва можно приглашать бизнес-партнеров к себе домой в гости и и делиться своими желаниями делиться своими целями и вот эта энергия она подкрепляет и помогает реализовать задуманное все для стрельцов и рыб очень важно чтобы ваши желания и то что вы хотите было связано с огнем души что-то для души и немного не договаривайте это мне по времени нормально и давайте сразу кейсом чтобы там было точно в цель я не знаю почему но я знаю почему я это сделала сегодня у нас день марса и в день марса он как раз отвечает за бокс и вот первый слайд как раз на боксерском ринге как с помощью моих практик например у ники реализовалось желание в двенадцатого двенадцатого февраля 2020 года мы написали картины в узком кругу картины в которые я зашифровываю любое желание я тоже такую писал недавно и даю да и даю энергетические практики кому что необходимо выполнить для того чтобы реализовалась это желание да чтобы было самое главное чтобы была энергия да когда у нас есть энергия когда мы прокачаны у нас в принципе все и реализовывается ника она вообще находилась постоянно в сочи никуда не выезжала практически от мамы далеко но она очень хотела путешествовать по америке мы ей заложили в карту ее желание и через какое-то время я тебя вижу в ла и я ничего не знаю все ты вот прям вот я тебя вижу что ты должна быть в ла то значит пандемия закрытие границы у нее не получилось уехать на бали она вся в шоке и игру слушай говорю ну успокойся отпусти это говорю для того чтобы ты значит поехала просто в америку значит тебе бали не надо значит вот тебя в тебе вселенная помогает ну и чтобы вы понимали но она так особо не прокачивалась только вот картину запустила и ну какие-то практики выполняла конечно через год ровно 11 февраля 2021 года она переехала в америку с концами сейчас живет голливуде вот твой звездный дизайнер из голливуда можете подписываться на нику очень талантливая девочка вот пожалуйста поскольку я не всегда рассказываю про софт скиллы я все-таки немножечко расскажу про hard skills это будет кратенько про тренды бьюти который сейчас я вижу потому что я общаюсь со всем бьюти рынком с различными абсолютно различными нишами что у нас по трендам как я сказала да мы вернемся к моему любимому инструменту матрицы бюти джим у нас один из трендов рынка который очень ярко подсвечен не только в бьюти но и в принципе вообще весь рынок сейчас захватила эта волна поэтому мы сегодня сидим здесь с яной это заниматься прокачкой своего физического и ментального тела то есть это как раз вот все практики все духовные наставничества у нас огромное количество специалистов которые когда-то занимались там например вот я вижу да по именно бьюти рынку косметологи массажисты трансформируется в различных экспертов энергопрактиков остеопатов и так далее и на самом деле это огромный спрос рынка да это вот та самая звезда которая по матрице беседжи сейчас имеет растущий рынок растущий тренд потому что сейчас этого еще не очень много на сыр водолея только люди начали узнавать про все то что связано с духовностью и даже самые заскоруженные скептики которые есть у меня в команде даже их это коснулось этот спрос просто повально сносит всех и и все начинают заниматься этим то есть вот если у вас есть возможность есть свой бизнес есть возможность какую-то там комнатушечку выделить на работу с ментальным и физическим телом обязательно это делайте потому что совсем скоро на этом можно будет зарабатывать огромные деньги и сейчас еще можно сорвать огромный куш пока еще данная услуга не перешла дальше по матрице беседжи в дойную корову вот и чтобы была максимальная прибыль конечно же да потому что мы должны не только внедрить услугу но и заработать на ней максимальную выручку и прибыль очень важно но это уже прям про бизнес упаковывать все в абонементы как вот у нас например это сделано я занимаюсь коррекцией фигуры у нас методики мои авторские мы с помощью аппаратных различных и массажей других методик помогаем девушкам худеть обретать здоровое тело заниматься тем чтобы иммунитет свой повышать свою энергию увеличивать потому что даже один сеанс массажей опиджи заменяет несколько чашек кофе вот и абонементы являются отличной точкой роста для выручки потому что те кто имеет услуги в своем салоне красоты студии красоты либо сами как мастера и продают их разово то вы можете продать одну услугу сегодня а если вы упаковываете эти услуги в абонементы то у вас естественно есть возможность сегодня заработать там в разы в десять раз больше выручки чем потенциально вы могли бы с одного клиента то есть вы привлекаете одного клиента они сейчас достаточно дорогие у нас на бьюти рынке особенно по москве это где-то один клиент стоит полторы там тысячи рублей доходящий да и собственно упаковав в абонемент вы сразу эти полторы тысячи покрываете они ждете пока он к вам вернется через три и больше недель какие услуги нельзя упаковывать в абонементы такие которые как раз вот разовые у которых возвратность через три недели выше стрижки окрашивания там наращивание ресниц маникюр педикюр увеличение губ и различная косметология конечно есть кейсы когда люди упаковывают эти услуги но они только не в абонементы это делают вот по нише тоже общаясь с огромным количеством предпринимателей делают сертификаты но сертификаты продаются тяжелее чем абонементы поэтому если у вас в вашем бизнесе еще пока нету таких услуг которые в абонементы можно упаковать а как мы помним тренд рынка это тело то вы можете собственно взять и упаковать или добавить к себе в салон студию или открыть такую студию с услугами по телу близкими к вашим услугам если вот мы вернемся к волосам, ногтям и так далее это может быть у нас это LPG массаж это LPG скульптурирование это кавитация, рефлифтинг LPG лица и так далее все те процедуры, которые нужно делать курсом которые нужно посещать где-то 3-4 раза в неделю когда клиент с вами регулярно и данные услуги в вашем бьюти-бизнесе будут растить вам выручку даже с одного кабинета потому что у них очень высокая рентабельность вы покупаете аппарат и вам не нужно вкладываться в краски в расходные материалы в оксиды во всякие разные там материалы которые вы используете для вашей работы вы просто купили или взяли в аренду аппарат и работаете на нем и рентабельность высокая еще за счет того что зарплата конечно у мастеров немножко в других процентных соотношениях как все привыкли со стилистами работать почему я выбрала данную нишу почему, да? потому что я на самом деле обожаю все что связано с косметологией хотелось бы вернуться как раз к тому как вы выбираете если у вас допустим сейчас есть желание открыть что-то новое у вас еще нету своего салона студии вы об этом задумываетесь и вы мастер вам важно выбирать в первую очередь то что вы очень любите у меня в прошлом был большой 120 квадратных метров премиум салон красоты там были все услуги которые только возможны и поскольку я очень люблю косметологию очень люблю аппаратную косметологию за ее рентабельность за то что аппараты не уйдут с клиентской базы не заберут ее и потом не придется заново ее собирать по городу я выбрала данную нишу а вы если у вас сейчас в данный момент стоит задача упаковаться и открыться выбирайте то что вы любите в первую очередь но все-таки смотрите на рост рынка на тренды рынка и выбирайте то что будет полезно для вас чтобы вам было интересно этим заниматься следующий тренд это коллаборации сейчас очень много различных проектов проектов рождается ну мы например открываемся нашими студиями в уже существующих салонах красоты я сотрудничаю например с сетью персона и другими салонами красоты и другими сетями по России сейчас есть интересные проекты открываются огромные бьюти пространства и каворкинги туда мы тоже заходим и сами каворкинги нас тоже берут как кабинет как студию открывают для того чтобы повышать все равно свою выручку свою точку безубыточности и так далее потому что конечно же рентабельность очень высокая и вот эти вот коллаборации вы допустим мастер у вас нету команды вы можете взять еще одного мастера из смежной ниши не конкурирующей с вами и открыть допустим да вместе и развиваться обмениваться клиентскими базами это очень важно да почему этот тренд потому что клиенты стали очень дорогие мы все берем из инстаграма там другие каналы привлечения и они сейчас все дорожают поэтому коллаборации обмена клиентскими базами в очень большом тренде это очень важно сейчас успевать делать пока все ваши коллеги которые уже это делают более как год друг с другом не обменялись и уже туда к ним не подойти будет еще один тренд так что у нас да кейс хотела рассказать недавно как раз запустили да в салоне красоты подобную историю наняли и обучили персонал записали им новых клиентов было не ну небольшие вложения салон потратил около 600 тысяч рублей и за первый месяц работы с нами они заработали всего на 30 квадратных метров 459 тысяч выручки в первый месяц они окупились еще один тренд рынка бьюти это осознанное сообщество клубы прямо внутри салонов красоты это подойдет тем салоном или тем пространством где много площади когда вы не знаете чем занять когда она у вас пустует ну тогда вы можете организовать какие-то ретритные места какие-то клубы для того чтобы просто встречаться и играть вот я часто хожу по москве к своим коллегам мы играем в лилу или в какие-то другие трансформационные игры для того чтобы просто и в данном салоне красоты повысить на уровень энергии привлечь клиентский поток это работает волшебным образом но правда работает и у вас в вашем салоне становится интереснее вашей клиентской аудитории они к вам будут возвращаться потому что помним что это сейчас тренд онлайн обучение тоже большое количество экспертов но я думаю тоже не для кого не новость имеют свои разные курсы по обучению клиентов либо коллег по цеху для того чтобы увеличивать свой средний чех не только продавать свои услуги клиентам но и еще на внешний рынок на большой продавать свои онлайн знания упакованные в курсы и также большое количество последний тренд тоже вижу прям много ребят сейчас этим занимаются кто не пошел в онлайн образование они открывают салоны красоты эксперты открывают свои линейки косметики выходят на marketplace это сейчас тоже повально очень хорошо работает зарабатывают ребята прям большую выручку тоже важно туда быстро залетать быстро упаковываться потому что там уже сейчас все дороже и дороже клиенты стали и вот собственно итог почему у меня получается и почему моя сеть растет я постоянно расту и что же мне помогает это бизнес мой интерес я занимаюсь тем что мне интересно это мое любимое дело я не отношусь к этому как к работе к какой-то каторге мне прям кайфово мне самое главное чтобы вот я проснулась настроилась и пошла в мир работать но не работать а творить я всегда учусь постоянно повышаю свою квалификацию хардскиллам и сразу же все внедряю расширяю сознание с помощью различных практик и специалистов ну и передаю знания дальше что тоже очень важно делать потому что если вы не передаете свои знания которым обучаетесь я это передаю слава богу у меня есть большая партнерская сеть франчизи кого я тоже постоянно подращиваю и своим ученикам потому что у меня много разных школ в которых я являюсь экспертом именно в бьюти бизнесе и постоянно знания важно передавать чтобы не было этого болота и застойной энергии то есть важно отдавать когда ты получаешь вот если кого-то заинтересовало партнерство вы можете сейчас сделать скрин этого слайда и написать мне сегодня у вас будут специальные условия на партнерство и я передаю слово Яне Зоя огонь ты рассказывала у меня сразу планеты каналы как твой бизнес вообще связан с прокачкой энергии и как много здесь именно по Венере Венера же она есть в несколько ипостасях телец под управлением Венеры находится и весы под управлением Венеры если мы берем тельца это все что связано с нашим телом это красота это уход это вот все вот эти процедуры то есть работа с телом следующий идет пласт это уже работа с духовной частью когда мы уже общаемся выстраиваем партнерские отношения весы это же о партнерстве и любой бизнес это тоже партнерство работать с клиентами консультировать это все на канале весов это тоже Венера то есть здесь следующий слой Венеры и как я вам вначале говорила Венера экзальтирует в рыбах раскрывается безусловной любви безусловной отдачи что это вот все это все собрали и отдали миру отдали из изобилия и чем больше мы отдаем ну когда у нас это есть что отдать когда у нас есть энергия сначала мы заботимся о себе конечно и когда есть что отдать отдаем из изобилия это просто бесконечный поток энергии и у тебя еще как вот Венера она связана все таки трансформации это такой канал это скорпионский планеты Плутон то есть это все трансформация было так стало так это трансформация то есть если вы идете это же как прокачка энергии то есть если у вас какие-то случаются в жизни ну вот форс-мажоры к примеру то есть поставьте себе в план что что-то надо трансформировать что-то трансформировать идеально вообще в индустрии красоты трансформировать пришли пожалуйста вы к стилисту или колористу или вот салон там LPG по похудению да по похудению вы преобразились вы трансформировались вы прокачали канал Плутон Скорпион все у вас форс-мажора в жизни уже не будет ну это вот такие лайфхаки которым я которым я соответственно обучаю рассказываю на мероприятиях значит сегодня я как я вам обещала расскажу еще чудеса из жизни перед тем как лететь сюда я должна была еще в воскресенье в воскресенье прилететь но я никак не могла брать билет и взять билет в итоге прилетела вчера так вот прям быстро-быстро и я поняла почему я не взяла билет на воскресенье потому что меня ждала встреча с великим человеком с великим математиком с философом который предсказывал и предсказывает все события в мире который можно сказать обучает президентов когда они собираются и дает им прогнозы с сидиком афганом причем мне это захотелось 13 ноября 13 ноября я увидела его фотографию в Сочи с знакомой просто случайно в ленте я его не знала меня привлекли его глаза и я поняла что мне надо встретиться с этим человеком потом был пост о нем я узнала что он великий предсказатель уникальный человек его мозг под защитой ЮНЕСКО это просто при жизни ну да при жизни и я все это вот одним днем еду на тренировку у меня как раз прокачка Венера идет через тренировки я еду прокачивать свою Венеру на тренировку думаю по поводу этого сидика и уже что он в Турции как раз у меня идея была в Турцию поехать пожить и может быть мне нужны эти знания ну хотя я так предсказательно предсказанием с опаской отношусь ну я это умею делать но понимаю что мы должны сами свою судьбу вершить без предсказаний вот и вот как хочется и колется и я выхожу с тренировки а моя картина исполнения желания она с 28 сентября находилась в Красной Поляне меня не пустили в салон самолета с ней и я думаю ну значит такая судьба у нее и попросила владельца тибетского ресторана маленького как раз он в этот день у меня попал в поле он ее забрал и поставил к себе в ресторанчик ну это сложно назвать рестораном там такое прям ну место вот прям трущобы трущобные ну вот прям очень очень грустно то есть надо это разбирать все и приводить в порядок он забрал мою картину картина вот эта зашифрованная стояла все это время там 13 числа получается я думаю так мне надо срочно до отъезда в Москву забрать свою картину потому что в ней зашифрованы ну у меня многие там вещи и она должна находиться со мной вообще-то я звоню ему говорю Славу я к тебе ты не приедешь в Сочи он говорит нет я говорю тогда я еду в поляну все собралась в 3 секунды еду в поляну и думаю про этого сидика которого я увидела на фотке ну и вот как бы случайность это или закономерности вот видите на фотографии здесь вот сидик 13 числа получается это уже 14 число 13 я приехала к Славе у него стоит мебель из моего мандаринового джема из ресторана я сняла свою картину там тоже далай-лама на фоне что вот она здесь заряжалась и что я ее забираю я даже забыла что мне надо было ее забрать и когда я выходила от Славы я все это время думала про сидика я когда выходила от Славы я думаю так вот я прям вижу в этом месте что оно все расчистится я думаю может выставку картин сделать желания которые исполнились как вот типа портал в желание думаю но там надо конечно полную реорганизацию сделать и у меня такое ощущение было как будто бы цифры они вот так вот текут в пространстве спускаются да матрица и вечером я пишу Славе ну мне по его адресу пришла информация почему у него так все происходит в этом пространстве я ему сказала что надо сделать что у него там ну какие там хромические вещи и так далее ну вот как будто мне кто-то сказал что я должна это сделать и я обычно с кармой так не работаю то есть по запросу а тут вот прям как будто меня подстегивал кто-то и он мне сразу же присылает информацию слушай я так и чувствую ты прям в точку все говоришь сразу после тебя пришли организаторы хочешь вот на этого чувака прийти завтра и он мне скидывает афишу сидика сразу после меня то есть я сидела сидела там об этом думала что я хочу с ним встретиться и они сразу же после меня я еще думала пришла кошка я так сижу думаю прикольно было бы вот так сижу я вот здесь сидит сидик куда кошка села ну так нельзя делать если что ребят ну вот нельзя но я сделала да и вот на следующий день 14 сидик провел соответственно мероприятие обучения в этой глуши непонятно как они вообще туда попали даже сам владелец не понимает как они к нему дошли у нас с ним конечно же сразу завязался контакт он говорит я чувствую там типа ну внутри прямо вот так у него руку тянет мы обменялись конечно же контактами все ждет в Турцию когда вернется там семьей с его всей познакомилась ну вот такая удивительная история со мной произошла вот буквально вчера позавчера и вот эта рука да она ее сжали президенты практически всех стран это наверное вот один из людей в мире вообще да который знаком практически со всеми президентами мира и он даже Бушу отказывал в этом прогнозе или к чему там то есть задолегал на него но все когда кто знает увидели что я с ним то я не знала вот случайно это все и вот 14 получается я пишу встреча с легендой да это вот где я до этого сидела и 14 мы все собрались сидели там здесь было видео но видимо тут не играет наверное видео а вот это видео я снимала как раз 13 ноября на этом же самом месте где получается мы встретились с сидиком и вот сообщение вечернее славкина что к нему пришли организаторы и вот сидик и когда я увидела эту афишу я просто увидела как ну поняла что это из вот этого моего видения что вся территория и как будто бы цифра спускается то есть вот она на афише мероприятие которое было позавчера так давайте плавно тогда к результатам моих выпускников что Юта ко мне пришла в квантовый скачок бизнесом вообще никогда не занималась там 40 по моему плюс ей в тот момент был она в первый еще пришла в августе 2019 года и после скачка сразу через месяц она запустила успешный бренд одежды инвок можете зайти посмотреть нашла потом партнеров и на следующий год они уже запустили производство свое собственное то есть она до этого бизнесом от слова совсем даже не интересовалась и все хотела просто найти себя ну и в итоге она говорит я до сих пор у меня там аудиосообщение что она хотела мне памятник при жизни поставить Наташа Малютина тоже она была у меня в квантовом скачке у нее желание было полтора раза повысить свой доход она вот в индустрии красоты работает стилизация съемок аксессуары подписывайтесь тоже на Наталью стилизация показов это в Сочи сейчас Сочи очень популярное направление поэтому вот рекомендую контакт очень и кошечка здесь не случайно как бы через кошку там у нее действия определенные были ну вот идет реализация кстати у нас недвижка тоже помнишь я давала вам кошек кормить я все что даю это не просто так кажется что какая-то ерунда на самом деле все это очень серьезно я вообще считаю что в жизни все не бывает просто так и надо все делать не просто так и везде смысл и Наталья хотела попасть на обложку с Анжелиной Джоли чтобы ее работы выбрали и вот буквально там через сводила кошку у меня даже не листается а вот сводила кошку на выставку и на выставке узнала у ей случайно выпало она даже не скроллила ничего ей выпадает Анжелина Джоли в ее митингах это Элли или какое-то издание в ее перчатках это вот Элли да это Элли и все журналы тогда напечатали эту фотографию и при этом это было для бренда по-моему для не для Эрми или для Герля они снимали да, да Кира вот она сегодня здесь присутствует мобильный фотограф видеограф упаковка визуала, контент у нее было очень много желаний ну я не стала описывать то есть надо было изменить жизнь трансформировать и вот сейчас тоже у Кира есть одно амбициозное желание мы с ним еще поработаем на следующий год то есть у нее все ее желания менее чем за полгода исполнились с превышением и я верю что за этот год Кира уже наверное сделала и сделает x10 в доходах результатом буквально через месяц она переехала в Москву стала работать, тренироваться в премиальном клубе но это уже давно это уже старая история мартовская уже там куча всего произошло участник она клуба ВН у нее успешные проекты полностью все поменялось ну вот лучше подпишитесь спросите у нее крутая девочка очень и я думаю что я кейс ее покажу еще на следующем мероприятии тоже моя студентка телеведущая 25 лет опыта на каналах хотела увеличить просто доход параллельный бизнес какой-то запустить и она организовала бренд одежды поучаствовала в первом скачке придумала бренд одежды потом быстро запустилась и в итоге у нее в пять раз она привысила свой доход на телеке ну и ушла соответственно с телевидения уже заниматься своим бизнесом ну вот тоже сфера красоты это все я вам рассказываю где задействована Венера то есть очень-очень быстрые успехи да и реализация идет как раз вот кто соприкасается с этой сферой а это бьюти индустрия это бьюти индустрия да Виктория Антипа фотограф-видеограф стилист Виктория из Краснодара она ко мне попала в мае месяце желаний было очень много но там было очень много проблем вот лучше давайте покажу что она пишет это вот ее свадьба 11 ноября мы ей подобрали дату не было возможности даже в этот день в этот день не было возможности зарегистрироваться и каким-то чудесным образом ну такое постоянно происходит для них вышло время тогда когда она хотела она меня как раз вот любовь белая стилист здесь она присутствует пригласила на свое мероприятие провести для девочек практики и Виктория она была на этом мероприятии она до этого очень хотела со мной познакомиться и поняла что вот это это вообще у нас пять минут осталось вообще вот она там где где надо и ей необходимо ко мне на консультацию потом она пришла ко мне соответственно на консультацию и рассчитала прокачки что и выполнять она начала выполнять то есть вот у нее там были там и долги и проблемы и она с мужчиной хотела расходиться в итоге все там она закрыла все свои вопросы ну сейчас радостная и счастливая и с хорошими клиентами ее еще пригласили на проект ты уникальная вот она написала что она девчонок готовила довольно счастливая и вот желание у нее на хочу и получу недвижимость она пришла ко мне уже во второй поток обучаться дом в Сочи дом в Сочи у нее еще в июне был она хотела так но мы тогда не ставили на дома но почему перешли в недвижку вообще потому что 50 процентов из квантового скачка у всех недвижка получается и мы соответственно уже отдельно сделали недвижку в итоге ей предложил мужчина выйти замуж и у нее как бы у кого-то через партнерство происходит недвижимость желаемая и ну вот у нее через замужество и вот только она записалась хочу и получу недвижимость она в экспериментальной группе и тоже предложение руки и сердца и вот они уже поженились то есть вот она счастлива благодарна одиннадцатого все им утвердили ну вот анкету которая вам показывала с самого начала вы можете заполнить попадете в группу я думаю что завтра послезавтра или послепослезавтра у нас просто сейчас времени нет хотела вам практику показать если останется покажу я вам обещаю что я дам практики которые надо выполнять для того чтобы вы взяли энергию плюс очень у многих бывает вот в индустрии красоты странные клиенты бывают кайфовые то есть какие-то манипуляции надо собой проводить чтобы очищаться энергетику чтобы притягивались качественные клиенты и партнеры и партнеры и клиенты и партнеры ну и вообще чтобы всегда улыбаться быть довольным счастливым наслаждаться этой жизнью и теперь точно ваши все желания исполнятся все задуманное все реализуется это сто процентов что и будет бесконечный энергетический поток благодарим благодарю его за внимание у нас последний слайд я тоже благодарю Яночка прям очень круто тоже напоминаю что у меня есть телеграм-канал в котором я опишу какие хард-скиллы и софт-скиллы нужно сочетать которые я сейчас использую для того чтобы дорастить себя до федеральной сети коррекции фигуры если вам стало интересно и вы хотите себе взять трендовую нишу в салон красоты в студию красоты или открыться самостоятельно можете мне сегодня написать в любой из эстончников связи которые здесь есть и я вам дам специальные условия на партнерство спасибо большое успехов вам одна минута есть практику показать сейчас я смотрю есть одна минута одна минута показываю практику пришла сегодня утром я ее не планировала показывать вообще как у нас вот это вот находятся бугры венеры то есть это ваши бугры в других я не знаю как называется но вот эти пальцы они венерианские вообще идут ну все пальцы какие-то каналы это вот я вам расскажу уже в отдельном канале как очень быстро прокачать вам вашу венеру во первых вот кто практикует взяли потерли то есть вы трете помассировали помассировали соответственно свои вот эти вот холмы то есть это активация идет мощная венеры потом спрашиваете как твои дела или вас спрашивают подходите вот так мои дела да все это знак все венера все красота любовь через любовь все всегда получается рядом нет человека в зеркало подошли спросили как твои дела классно мои дела как твои дела вообще классно твои дела как твои дела класс вообще и мои дела классно пожали ручки все активация всех марсов венеры луны благодарим всех всем исполнения все желание их что вы что вы Субтитры создавал DimaTorzok